Отказ от троллейбусов и дизельных автобусов – задача властей столицы. На Москву ориентируется вся Россия. Сейчас на дорогах Первопрестольной курсирует 800 электробусов. В следующем году их количество должно увеличиться вдвое. В настоящее время тестируют новый тип заряда электробусов, в разработке которого принимают участие наши рязанские инженеры. На данный момент все электробусы заряжаются с так называемым прямым пантографом, когда вот эти, условно говоря, только передающие рога поднимаются со стороны автобуса. Решение достаточно дорогое, потому что каждый пантограф стоит, он опять-таки немецкого производства, только немецкого производства, и стоит 20 тысяч евро в Германии. Задача стоит, а переходит на так называемый обратный пантограф, когда рога отсутствуют на автобусе, они присутствуют на зарядной станции и опускаются вниз. Инновационная технология позволит облегчить электробус, таким образом увеличив его запас хода. Кроме того, одной зарядной станции хватит на 5-6 машин, что сделает электробусы дешевле. Для того, чтобы система зарядки транспорта работала, рязанские инженеры создали специальный контроллер, который действует по европейскому протоколу. То есть для того, чтобы, скажем, электробус или электрическая машина, приехав на станцию, зарядились, они не просто должны подключиться там и получить мощность, они должны еще между собой договориться. Прежде чем договориться, они обмениваются цифровыми сигналами. Вот цифровые сигналы по этому протоколу организовываются. И для того, чтобы это все сделать, нужно какое-то устройство, которое это организовывает. Как со стороны зарядной станции, так и со стороны машины. Вот мы делаем эти устройства и для зарядных станций, и для машин. В частности, вот этот контроллер быстрого заряда по этому протоколу, он предназначен для того, чтобы он стоял в электробусе. Разработка подходит как для поднимающихся рельс, так и для опускающихся. Тестирование обратного пантографа в Москве уже началось и продлится до февраля, чтобы проверить работу зарядки в зимних условиях. В свою очередь, рязанские разработчики активно принимают участие в решении вопроса обледенения зарядных устройств. Они поставляют стабилизаторы подогрева пантографов на серийные электробусы КАМАЗ. Обеспечение работы антиобъединяющей системы в зимнее время, потому что зимой только передающие части пантографа могут покрываться наледью, и тогда контактирование не получается. Для того, чтобы этого не было, мы осуществляем подогрев этого пантографа, чтобы не образовался лед. Значит, это тоже, ну она в дискорпус пока, так она корпусирована в виде изделия, поставляется. А куда он стыкуется, там не надо подогревать? Тоже надо. Там другая уже? Да, аналогичная система, да. То есть подогревается все, и приемная часть, и только приемная часть, и только передающая часть обязательно, иначе лед может заблокировать контактирование. Стоит сказать, что рязанские разработчики давно занимаются крупнейшими проектами в области электротранспорта, сотрудничают с крупнейшими автопроизводителями. Именно рязанцы придумали для электрической Весты ряд изделий, таких как бортовое зарядное устройство, внутренний преобразователь напряжения. Также инженеры создают мобильные и стационарные станции быстрого заряда. К слову, одна из стационарных станций разработчиков сейчас стоит без дела. Инженеры готовы предоставить городу ее бесплатно для того, чтобы владельцы электромобилей могли на ней заряжаться. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».